Чуть больше месяца назад в нашей семье появилось новое увлечение – велосипеды. И пришлось оно очень кстати, потому что в Вермонте очень много велосипедных дорожек. Хотите горные или на равнине, вдоль трассы большой, или для детей, для экстремалов – есть все, что захотите. В нашем городке очень удобно. Дорожка начинается в даунтауне, выходит из города и ведет к речке. Можно вдоль речки так ехать на велосипедах, и мы этим пользуемся. С утра до того, как начинается работа Талая, мы уезжаем, катаемся вот так на велосипедах, потом возвращаемся, он работает, а мы делаем что-то другое. Вот, очень удобно. 10 минут от дома, и такая сразу красота, живописные места, людей очень мало. Вот отсюда не крутили педали. Это вот с горы разгон был. В прошлые выходные нас позвали кататься вокруг городка Стоу. Там есть тоже такая дорожка велосипедная, длиной 5 миль в одну сторону. И она достаточно простая, можно кататься с детьми, но самый прикол, что она идет вдоль горной речки, и там можно постоянно делать привалы, можно купаться, она довольно мелкая, прохладная, но дети были просто в полном восторге. Кстати, расскажу про тех, кто нас позвал. Это совершенно уникальная семья, вот скоро здесь увидите, мы катались с ними паровозиком по этой дорожке, и они совершили путешествия по всей Америке в течение года, но они не такие, как мы, они хардкор. Мы останавливаемся в зимних домах, они все путешествие проделали на машине, но правда тогда они еще были без детей, они объездили практически все штаты, у них есть лайфхаки на все случаи жизни. Вот, они нам дали несколько, поделились с нами. И они еще собирают для своей коллекции лисенс плейт со всех штатов, у них уже не так много осталось, что нужно собрать. Нам очень повезло, что мы с ним познакомились, встретили их на нашем пути, ну, во-первых, потому что люди замечательные, очень приятно общаться, во-вторых, потому что они нам дали очень много дельных советов по поводу путешествия, помогли нам спланировать, потому что, ну, плана-то и не было, собственно. Так, собрались в бухту-бараты и отправились, бросили все дальше. Кстати, очень много было мостиков на этом пути, есть какая-то особая прелесть мостиков, любых мостов, на самом деле. А еще, да, мы проезжали через кукурузные поля, а сзади вот тут гора Мейнсвилд. Вообще, конечно, такая красота там. А вот и речка, про которую я говорила. Она местами бурная, местами совсем-совсем спокойная. Вот, и дети там устроили плотины, перебирались в брод. В общем, веселья было много. Ну, даже по коленам. А хочешь, лечь, приезжай, иди на поле фонда. Пойду, стрима, мальчик. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ